миша приветствую тебя давай наверно начнем с наименее приятного для тебя вспомним чуть бой с абдул рахманом джанаевым что пошло не так со стороны казалось что какой-то зажатый не можешь раскрыться и в целом бой получился достаточно невзрачным на самом деле перед этим боем у меня была подготовка всего месяц и я поймался на мысли в бою что боялся просить функционально не было уверенности функциональной подготовки за это я прям боялся устать и вот когда он меня перевел я думал сейчас я как бы так попробую нивелировать его борьбу чтобы он ничего не сделал чуть посушу и со второго раунда уже начну вставать не получалось он хорошо контролировал но потом как-то не смог переключиться в это и в конце когда начал включаться уже уже было поздно уже бой ушел от меня миша сделав определенные выводы наверняка что изменил в тренировочном лагере в подготовке что удалось улучшить уже к этому поединку ну большой акцент сделан над борьбой над защитой от борьбы над вставанием на подъемами но я думаю здесь и не особо понадобится с бою дипчиком он все-таки ударник так сделал акцент еще на сильную сторону на ударку потому что понял что ударку чуть-чуть под запустил зациклился на борьбе и хочу попробовать сейчас в этом бою попробовать свою ударку реализовать показать все что умею сейчас твой соперник никола дипчиков поединок проходит в минске я знаю что у есть своеобразная история такой триггер для тебя в лице владислава янковского зная что выступишь в минске не просил ли у лиги поединка именно против владислава ну мне эта история еще интересно самом деле я хотел бы провести этот бой именно для себя по большей части плане рейтинга в плане дальнейшего развития он мне уже не интересен потому что он проиграл песок ранний бой и проиграл очень таком разгромно и но это показало уровень то есть говорить все таки это не драться сейчас я провел бы этот бой но дипчиков более интересен плане рейтинга в плане дальнейшего моего развития карьеры я знаю что изначально ваш поединок с николой должен был быть главным событием вечера сейчас это со главный бой формат естественно меняется с пяти раундов на 3 обрадовала тебя эта мысль блин и да и нет интересно было попробовать себя в пяти раундовом бою все-таки это совсем другая дистанция совсем другое уже именно ведение боя и было интересно себя проверить в этом но три раунда это все-таки уже более привычно и как-то более уверенно в этом миша я так понимаю с дипчиковым ты планируешь побороться нет у меня нет такого плана что чисто бороться я планирую удивить его в стойке он как бы ударник опасно ударник да но в нем в принципе опасая опасность это его левая рука если ее нивелировать то принципе меня должны быть ключики для его разгадки это именно его ударки его стойки в чем ты превосходишь дипчиков я более разнообразен я молодой я голодный у меня большой арсенал ударов на самом деле которые я еще не показал не успел показать боях поэтому могу очень много чем удивить плане и борьбе борьбы тоже хорошо знакомые тебе и джанаев и приезжал на сборы я знаю вы тренировались вместе с ним чиновым они откровенно пробороли дипчикова то есть полностью лишив его сильных сторон в случае если в стойке что-то пойдет не так готов скажем так включить режим одеяла ну я не люблю такой режим одеяла я даже когда борюсь у меня такого что просто держать и удерживать я все равно буду бить не наносить ущерб поэтому такого что прям залеживание я не планирую и не хочу твой прогноз на ваш поединок ну я вижу картину что я закончу будет досрочно ну это всякое может быть да но главное не пропустить там не заморгаться а так я настроен на досрочную победу все-таки миша еще тема которую нельзя обойти стороной гран-при эйсей во всех весовых категориях как относишься вообще к такому формату турнира и интересно ли для тебя это интересно конечно интересно как любому спортсмену это все-таки очень хорошая такая площадка чтобы себя проявить реализовать заработать хорошие деньги и я бы с радостью попал бы поучаствовал и думаю вы наделал в этом шума то есть это не исключено тем более я бросал вызов уже много раз хотел с песова подраться он участник гран-при джанаев тоже участник я с ним провел бой я уверен что мог бы и могу забрать этот бой выиграть бой поэтому я уверен что смог бы там хорошо себя проявить сейчас никола дипчиков это рейтинговый оппонент в случае твоей победы над ним мы знаем что гран-при это такая долгоиграющая история кто-то травмируется кто-то выбывает по каким-то причинам случае замены готов давно уже сказал что я готов да я всегда буду готовиться в форме и поэтому я всегда готов выйти на замену против любого миша я желаю тебе яркой сгонки ой миша я желаю тебе хорошей сгонки яркого выступления спасибо большое спасибо спасибо